О, привет! А чё это вы здесь делаете? Хотите узнать интересные истории про самые редкие вещи? Так у меня как раз есть рубрика на эту тему. Оу. Последнее видео вышло довольно давно. А это значит, что настало время взяться за новую часть. Получается, добро пожаловать четвёртое по счёту видео о самых редких вещах в Роблоксе. Не забывайте, что помимо редкости, я также обращаю внимание на историю самой вещи и на то, как её можно было получить. Ну что же, присаживайтесь поудобней, заваривайте щёк и готовьте бутерброды, ведь с вами Тимоха и мы начинаем. Стартанём с чего-то обыденного для Роблокса. А что может быть обыденней обычного головного убора? Поэтому первая на очерёте у нас вот такая корона Ванвуда. Получить её можно было в 2009 году, 16 апреля, за победу в конкурсе «Миры деревянного домостроения». Как я думаю вы уже догадались, целью была постройка деревянного домика. В итоге в финал прошло аж 100 человек и 10 самых лучших получили эту корону. Вот они. Но к сожалению, как это бывает, на сегодняшний день сохранилась только одна копия этой короны. Она находится у игрока под ником 7387. Как я уже раньше рассказывал, аккаунты игроков банятся, а вместе с баном аккаунта пропадает и сама вещь. Кстати говоря, данная корона послужила виной бана одного из самых известных коллекционеров в Роблоксе – Мерли. Во время первоапрельского инцидента в 2012 году один из взломщиков по никам Фиди выдал ему эту корону, за что коллекционер и был забанен. Но к счастью позже Мерли всё-таки разбанили. Описание. Весна и осень. Раз уж речь у нас зашла про баны, то давайте не будем останавливаться, ведь вторая вещь – это бан Хаммер. Воистину культовая вещица, у неё целых 90 тысяч фейворитов. Как думаете, его можно было получить? За какой-нибудь конкурс? В каком-нибудь ивенте? К сожалению, ни то, ни другое. Его выдавали только небольшой группе главных модераторов. Но и обычным смертным игрокам его тоже можно было получить. Если вы сообщали о каких-либо серьёзных уязвимостях в сайте или движке Роблокса, то с небольшим шансом вам за проделанную работу могли выдать данный молоточек. С уверенностью можно заявить, что эта вещь есть как минимум у 53 игроков. Известно, что девятерых людей с этими молотками забанили. Большинство удалили за обычное нарушение правил сообщества. А вот Accelerate смог выделиться. Когда-то он работал модератором, за что и получил свой молот. Но впоследствии выяснилось, что на момент работы модератором в Роблоксе ему не было 18 лет. А это довольно строгое нарушение правил. За это его и забанили. Кстати, так словом, этот молоток относится к категории жиры. И им можно пользоваться в плейсах. Выполняет он роль некого оружия, которому можно шлёпнуть игрока. При ударе проигрывается звук, а наша жертва отлетает на большое расстояние. Но как бы это разочаровывающе не прозвучало, забань человека, ударив по нему молоточком, не получится. Это всё мифы. Описание. Для тех, кто благоволит Теламона. Идеально подходит, когда вам просто нужно ударить кого-то молоточком. Выпуск про самые редкие вещи, не выпуск про самые редкие вещи, если я не говорю в нём про лица. Второе по редкости лицо, после танго, идёт лицо императора. Купить его можно было 8 апреля 2010 года за 2000 робуксов в количестве 100 штук. Сейчас же оно продаётся за 750 тысяч робуксов. До нашей вне дошло всего 69 копий этого предмета. Как и большинство вещей, это лицо было обновлено, но точной даты мы не знаем. Изначально оно выглядело вот так. Позже разработчики решили освежить текстурку. Описание. Ты здесь босс для всех. Кстати, спасибо Леону за эту прекрасную идею с VRом. Да, именно благодаря VR-шлему я сейчас и могу двигать ручками и делать подобные приколюхи. Чё там у Леона есть? Бандана! Давайте про бандану вам и расскажу. Только не чёрную, а красную, которая называется Красная Банада SQL Injection. Купить её можно было за 707 робуксов в 2010 году. А всего экземпляров было выпущено 50 штук. Стоит она сейчас каких-то сумасшедших 12 миллионов робуксов. Но эта бандана не простая. В ней кроется пасхалка, которую могут понять только программисты. SQL это такой язык программирования для табличек. А SQL Injection понятие, которое описывает взлом G. Вот такой смысл кроет себе эта красная бандана. Как раз таки красный цвет здесь неспроста. Это цвет угрозы. Угрозы взлома. Описание здесь тоже любопытное. Красная бандана SQL Injection. Drop Table Users. Научись защищать входы-выходы твоей базы данных. Нуб. Drop Table Users здесь означает то, что тот, кто обозвался только что нубом, удалил из базы данных таблицу с пользователями. Вот такой вот приколдес. Так, про Леона рассказал. Давайте про себя что-ли расскажу. Знаете, какая на мне тоже есть редкая вещь. Нет, не крылья. Я сам. Вот он, смотрите. Сижу такой маленький. Вышел игрушечный я в продажу 2 марта 2023 года. По цене всего в 20 робоксов. И на момент снятия этого видео продано всего 636 копий. Вдобавок давайте расскажу небольшой фактик. Вещь создал не я. В ее создании мне помог Такседа. Если что, этот человек перевел достаточно большое количество известных плейсов в робоксе на русский язык. К примеру, Дорс, Мэтт Сити, Курзет Айленд и еще множество других плейсов были приведены его силами. Своих героев надо знать. Ну и конечно, помимо меня, есть еще фигурка Леона. Ее вы тоже можете приобрести. Если что, то ссылки на обе фигурки будут в описании. Ну а мы переходим к завершающей, но от этого не менее интересной вещи под названием цепочка Блинк Боя. Уже нам известный Шадлецкий в 11 году объявил, что хочет снять несколько рекламных роликов про роблокс, которые в будущем будут крутиться по ТВ. Конечно, ему пришлось бы проделать тонну работы, если бы он делал все сам. Поэтому он, заручившись помощью 11 других людей, сделал 3 рекламных ролика. Некоторые из них вы, скорее всего, уже видели. Самый популярный, это тот, в котором утверждалось, что роблокс это бесплатно. И он подрелся некоторые критики в будущем, из-за небольших ляпов. К примеру, все плейсы, фигурирующие в видео, не существуют, как и большинство тамошних игроков. Ну или вот, в этом моменте небо сделано с помощью гринскрина. На тот момент нельзя было создать настолько хорошо выглядящий скайбокс. Во второй рекламе делали упор на то, что в роблоксе можно создать все, что угодно. Ну а в третьей, которая вышла уже в 19 году, рекламировались только что вышедшие роблокс-игрушки. И вот всем 11 людям, которые приложили свою руку к созданию этих рекламных роликов, были выданы эти цепочки. К сожалению, до наших дней дошло всего 4 копии этого предмета. И если мы посмотрим на сцену, то это, ну просто с ума сойти можно. Описание гласит, она немного отличается от того, что мы продавали за один тикет. Изменена, чтобы соответствовать Блинкбою. Кстати, да, изначально она предназначалась для персонажа под именем Блинкбой, который участвовал почти во всех рекламных роликах. Но позже случилось то, что случилось, и ее выдали как подарок. Пишите в комментариях, какую вещь из этого видео вы хотели бы в свой роблокс-инвентарь. Ответы мне в комменты. Я, наверное, хотел бы заполучить Банхаммер, потому что, блин, солидно. Выход следующей части зависит только от вашей активности. Давайте наберем под этим видео 15 тысяч лайков, и я тут же начну делать новую часть этой рубрики. Все в ваших руках. Ну, а я хочу выразить огромную благодарность всем бустерам, которые поддерживают меня копеечкой. В особенности, Макс Максиму X2D, Зекул Егору Никто Йоб Абемовичу, Лукасу Петренко и Андрею Скомскому. Огромное вам всем спасибо. А с вами был Тимох, и до скорой встречи. Всем пока-пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok